всем привет в эфире программа для тех кому все интересно наступает лето точнее заканчивается весна как никак сегодня 31 мая отмаялись те кто сдавал экзамены свобода можно ни о чем не думать кроме черешни клубники и мороженого никаких брюк рубашек галстуков в моде шорты и футболки футболы велики речка лето время для счастья для большинства но кто-то по школе будет скучать таких спасет наша познавательная передача готовы познавать поехали анонс шифровка летом ложка не нужна живой телегербарий полет и ноты ребята это были зашифрованные анонсы придется думать сами первый анонс летом ложка не нужно еще как нужно это что за шифровка такая летом что борщи не едят окрошки манная каша едят но не могли же такой анонс просто так составить не могли надо подумать что это за ложка такая может ложка экскаватора у него не ложка а ковш а точно ложка какая бывает кроме той которые едят для обуви о кажется мы близко вот ты летом пользуешься ложкой для обуви кажется нет все обувь открытая без пятки только на съемке туфли я бываю я тоже слингбеки абаркасы мюли биркинштоки сабо нет это не заклинание шамана а название модной летней обуви пора бы узнать как она выглядит как-никак завтра лето начнем с мега удобных абаркасов это мягкие сандалии с открытым или закрытым носом и открытой пяткой надеваются они на босую ногу и крепятся сзади с помощью ремешка придумали их испанские крестьяне с острова минорка чтобы в полях было удобнее работать изготавливали абаркасы вручную из кожи или натуральных тканей сегодня в них щеголяют не только любители долгих пеших прогулок но и члены королевской семьи потому что удобно а это биркинштоки шлепанцы и сандалии с двумя широкими ремнями на толстой подошве свое название обувь получила благодаря немецкой марки биркиншток которая производила исключительно ортопедические модели но когда в моду ворвались простота и комфорт биркинштоки покорили сердца модников и модниц и стали одной из самых трендовых моделей а это обувь без задника ремешков и закрытым носом называют мюли красивое название в переводе с латинского означает мыслитель ухты вот оказывается в какой обуви надо ходить чтобы думалось хорошо шучу изначально мюли носили только богатые мужчины чуть позже этот вид обуви перекочевал в женский гардероб где и остался бывают мюли с каблуком и на плоской подошве а это собо его прародители грубые и объемные башмаки с открытой пяткой изготовлены из цельного куска древесины носили их в основном бедняки а вот знать использовала только в непогоду как галоши сегодня с собой это модно и довольно комфортная обувь без задника и ремешка обязательно на массивном каблуке или платформе под деревом слингбеки так называются изящные летние туфли их отличительная черта закрытый нос и открытая пятка с перемычкой они могут быть на высоком или низком каблуке с острым закругленным или квадратным носом придумал слингбеки в первой половине двадцатого века крестьян диор и по сей день они не выходят из моды ну а это всеми любимые слайдеры они же сланцы они же шлепки самая популярная летняя обувь в них хоть по городу гулять хоть возле моря словом в летний зной самое то так чем сандалии отличаются от босоножек и отличаются ли вообще конечно запоминайте сандалии это открытая летняя обувь на сплошной подошве или на низком каблуке высотой не более двух с половиной сантиметров у сандалий открытый носок и задник а окрепятся они к ноге с помощью ремешков бывают не только женские но и мужские а вот босоножки исключительно женский вид летней обуви бывают они на каблуке или на танкетке с открытыми или закрытыми задниками с ремешками и без моделей море ну а теперь поздравляю вы тоже стали экспертами в мире летней обуви наконец-то разобрались во всех этих модных названиях кто-то же их наверняка не знал например беркенштоки на самом деле все летнюю обувь мы называем одним коротким словом шлепки так проще а вот не надо упрощать наш язык богат и могуч а еще много модных слов перебежал к нам из разных модных стран так что берите на заметку а второй анонс живой телегербарий это какие-то гербы да вижу давненько ты не сушил цветов а зачем ну не для чая же для гербариев это букеты из сухих растений гербарий представляет собой бережно высушенные растения или их части сохраненные в специальных альбомах первые гербарии появились в шестнадцатом веке их составляли исключительно ученые натуралисты для исследования растительного мира но спустя столетия сбор гербария стал популярен среди людей любящих растения и интересующихся живой природой а у нас живой телегербарий непонятно если гербарий то сухие цветы а если живой то мокрые не знаю понравилось растение но не знаете как она называется вам в помощь специальное мобильное приложение она тут же идентифицирует незнакомца и выдаст всю информацию о нем но есть более простой способ просветиться посмотреть нашу передачу ну что айда на прогулку этот сладковато цветочный аромат ни с каким другим не спутаешь акация растет она в каждом дворе скверах и парках и хорошо нам всем знакомо но не все так просто оказывается никакая это не акация а рабиния ее еще называют уже акация или псевдо акация самозванка одним словом а как же тогда выглядит настоящая акация барабанная дробь как мимоза а в мире ботаники она называется акация серебристая отсюда и путаница вот это поворот а это спирея вангута больше известная как невеста эффектное растение ее мелкие цветочки очень похожи на кружевную фату невесты это выносливая неприхотливое и долговечное растение а еще спирея отличный медонос а во время цветения наш кустарник выделяет фитонциды которые очищают и обеззараживают воздух красиво и полезно в одном флаконе соседка спиреи берючина она же волчья ягода нет это не любимое лакомство волков они ее не едят тогда почему такое название дело в том что в русских сказках берюк это волк одиночка наверное когда-то давным-давно этот куст словно отшельник прятался в лесу пока его не заметил человек и не высадил в своем саду зачем берючи на отличный кустарник для изгороди то есть живого забора а вот ягоды его очень ядовитым пробовать их нельзя ни в коем случае ну а это красавец чубушник хотя за аромат его зовут неправильно жасмин садовый однако настоящий жасмин в наших краях не растет его родина далекие тропические леса главное отличие между ними в том что первое растение это кустарник а второе лиана захочешь не перепутаешь чубушник украшение любого сада благоухает невероятно особенно ночью когда прохладно бутоны раскрываются еще больше существует более 200 видов этого неприхотливого кустарника и все прекрасны а сейчас немножко экзотики пальму нас нет и ананасы не растут а вот миндаль прекрасно себя чувствует просто его ближайшие родственники абрикос слива и персик а этим товарищем в наших широтах замечательно живется миндаль очень похож на сливу правда мякоть у него несъедобная вся ценность в косточке она очень полезная и вкусная а это лопух как он сюда попал но если что это очень полезное растение от корней до колючек лекарственное но вернемся красоте король синих белых голубых и даже розовых цветов дельфиниум в мире насчитывается около 450 видов этого растения но осторожно красота коварна все части дельфиниума ядовиты поэтому работать с ним лучше в перчатках а эти красавцы безопасны перед вами ирисы в мире их около 700 видов назвали эти цветы в честь богини радуги ириды но в народе их прозвали просто и понятно петушками за сходство с петушиным гребешком именно эти растения почему-то очень полюбились художником узнали работа ван гога а это наверное лен нет голубая ромашка тоже неверно это цикорий да да тот самый из корня которого делают заменитель кофе этот сорняк растет вдоль дорог на лугах и в городах а полюбоваться его ярко голубыми цветочками можно на заре к десяти утра они увы закрываются что не говори а жаль что вся эта красота цветет но выход есть гербарий эти цветочные мемуары так приятно листать долгими зимними вечерами вспоминая нежность цветущей весны и ароматы и яркого лета вот это отдохнули релакс сюжет и правильно для детей и взрослых которые вечно спешат по делам это единственная возможность прикоснуться к природе через телевизор слушай ты мне один мультик напомнил что за безобразие мы же опоздаем на станцию да ну и что ж но если мы не увидим первых ландышей мы опоздаем на всю весну на всю весну золотые слова да а у нас третий анонс полет и ноты очень интересно это же совершенно разные вещи ну как же разные если есть такой вертолет который называется ми 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 его придумал конструктор ми правда у каждого ми свой номер модификации в смысле вариантов много например ми-8 ми-24 и другие понятно хорошая идея только давай на всякий случай еще одну придумать давай например поющий летчик почему бы нет например космонавт алексей леонов был еще и художником хорошо итак у нас две версии вертолет или поющий летчик слышу голос из прекрасного далека он зовет меня в чудесные края слышу голос голос прошивает строго а сегодня что для завтра сделал я юный талантливый певец владислав тюкин победитель восьмого сезона шоу голос дети родился в прекрасном городе санкт-петербурге родители всегда поддерживали его мама любительница музыки и папа авиационный фанат вдохновляли его на музыкальные и авиационные подвиги свой музыкальный путь он начал в семь лет когда увлекся игрой на фортепиано а в 10 лет занялся вокалом и принял участие в конкурсе юных вокалистов звезда эстрады влада заметили и через два года он стал победителем восьмого сезона шоу голос дети завоевав 43 процента голосов это было невероятное достижение для молодого певца после победы он не остановился в шоу синяя птица с композиции юпитер он прошел финал а летом 2023 года влад создал собственную группу этот парень не просто певец он настоящий артист влад уже выпустил несколько своих треков включая песню небеса посвященную его родному городу санкт-петербургу исполняет он и каверы активно участвует в различных проектах и конкурсах но музыка это не все владислав увлечен авиацией и в своей будущей профессии эти две страсти он мечтает объединить он стремится к новым высотам и в музыке и в своей обычной жизни желаем ему успеха дай руку полетим с тобой чудеса в небесах в небесах без вещих снов сбывается моя любовь мы уже никогда не скроем одно небо и сто историй звездами подали отрываясь от нас летели небоскребы наши тени тихо вдали где куда догорает закат лета и в последних лучах света оживает мечта в небесах и в небесах без вещей в небесах и в небесах и в небесах завтра 1 июня день защиты детей и провести его нужно ярко и весело ну а мы прощаемся программу вели Артем и Лев смотрите нас в эфире и на ютубе до скорой встречи пока